наш эфир продолжает программа час ивана денисова здравствуйте иван здравствуйте сергей здравствуйте уважаемые слушатели ну в связи с эпидемией коронавируса в некоторых штатах у нас губернаторы выступают в роли таких князьков тоталитарных принимают такие издают указы исполнительные которые а полностью противоречат конституции то есть нас лишает абсолютно каких-то гражданских прав в некоторых штатах этому просто противостоят суды в некоторых штатах так сказать закон и право торжествует вот в частности в вискансине вот об этом наверное начнем с этого радостного на самом деле момент я благодарю полина волкова за помощь подготовки выпуска но сначала такую небольшую предысторию в прошлый раз не успели мы по уважительным причинам про это поговорить но я все-таки очень быстро напомню что во многом переломным моментом в нынешнем противостоянии свободы и коронарного коронавирусного прошу прощения авторитаризма стали события с двумя фигурами связанные это во-первых британский профессор фергюсон у которого работа это обещать что все умрут это к сожалению даже не шутка потому что он как какая-то эпидемия он сразу пророчит что там сотнями тысяч все умрут и это не подтверждается его все равно слушают вот послушали вы в этот раз сами знаете каким результатом это привело по всему миру а профессор как оказалось пока все сидели по домам из-за его действий встречался замужней женщиной да еще муж который этим самым коронавирусом болен но профессора показательно уволили хотя теперь вопрос это не подставился ли он специально чтобы не отвечать за то что он наградил с одной стороны с другой стороны не подставили ли его товарищи из британского правительства чтобы им не пришлось отвечать за то что они наградили слушаясь фергюсона но я это ответа как что там произошло но как бы то ни было после этой истории в прямом смысле слова выяснилось что король голый без штанов прямо скажем и что верить то человеку который врет во всем начиная со своей личной жизни и аж может ошибается заблуждается я не знаю но в общем то не следует и в англии в британии даже если быть более точным с этого момента я просто за британией тоже слежу какое-то неудовольствие стало уже накапливаться и она все больше и больше продвигается а в америке героини стала шелли лютер владелица салона в техасе которая противостояла приказом все закрыть и свой салон открыла за что ее приговорили к тюремному заключению но она как бы то ни было подняла действительно волну негодования и генпрокурор и губернатор техаса республиканцы пэкстон и соответственно они в конце концов стали на ее сторону и смягчили наказание и вообще стали открывать ряд бизнес-предприятий в том числе парикмахерский но это в техасе например в орегоне подобно же ситуации оказалась владелица салона который странным образом еще и полная тезка сенатора лидци грэм ее зовут но вот там и губернатор на помощь явно не придет потому что сейчас за нее взялись всерьез и уже что самое низкое на самом деле китом агенты по опеке с ее сыном разговаривают за ее спиной еще какое-то давление на нее идет в общем губернаторы демократические прежде всего ведут себя прямо скажем не лучшим образом но то что противостояние им набирает обороты это радует например в пенсильвании там к сожалению и местный верховный суд который опроверг от отверг иск об отмене этих законов и верховный суд соединенных штатов там очень сложные юридические коллизии наполитана сразу сказал что верховный суд не будет этот иск рассматривать и и действительно верховный суд его отверг но зато по отмене как вы поняли вот эти вот этого приказа но зато палата представителей пенсильвании уже пытается организовать импичмент губернатору вулфу и вне зависимости от успеха этого импичмента сам по себе момент положительный а ряд окружных прокуроров отказывается исполнять его приказы в мичигане хорошо известная нам уитмера против нее выдвигают иск уже местные врачи говоря о том что из-за ее приказа уровень здравоохранения в штате резко падает и болезни развиваются другие а возможности оказывать медицинскую помощь чем занимаются врачи подающий иск они этой возможности лишены более того же сам министр здравоохранения эзер открытым текстом на днях сказал что штаты которые открываются там практически этих вспышек подъема заболеваемости нет а вот штатах которые остаются закрытыми они как раз есть и у того же кемпа в джорджии там наоборот все положение улучшается госпитализации снижаются ну конечно предположим что это еще предварительные данные но тем не менее такая тенденция намечается но возвращаясь к висконсину почему так это важно потому что во первых мы теперь имеем еще одну юридическую звезду без преувеличения так говорю а во вторых мы увидели что в общем то суды все таки могут делать то чем они должны заниматься и защищать людей от правительства а никак не наоборот и ограничивать функции правительства потому что если вспомнить для чего собственно говоря суды в цивилизованном тем более в американском обществе нужны то это как раз для таких целей защищать интересы граждан от посягательств правительства увы вот в пенсильвании этого не произошло а в висконсине к счастью случилось что касается звезды юридической то это судья Ребекка Брэдли и если вы помните и многие я в том числе не так давно да и сейчас продолжаем хвалить Эмми Барретт и видеть в ней преемницу Гинсберг мы все-таки надеемся что Гинсберг в конце концов к внукам правнукам и так далее отправится да и Брайер сделает то же самое ну если освободиться вдруг за президентство Трампа два места то я лично не вижу ничего страшного если будет две женщины потому что если такие женщины как Барретт и Брэдли то у Томаса Алита да и Горсача Кавана еще трудно сказать как и Робертса у них появится хорошая компания потому что я вам всем рекомендую найти заключение суда и прочесть именно ту часть которую написала Брэдли потому что оно очень ясно вне зависимости от вашего знакомства с правом конституционным с особенностями висконсинского законодательства и с юриспруденцией вообще там все понятно если в общем и целом то заключение суда как таковое рассматривать то смысл его вкратце таков вот этот самый приказ о том что все сидите дома его в общем-то издал даже не губернатор на самом деле а глава местного департамента здравоохранения но по распоряжению губернатора Эверса ну если я добавлю что там буква Д это наверное будет уже излишне вы и так все поняли не снимая ответственности с тех республиканских губернаторов которые тоже ведут себя не очень хорошо но демократы все-таки отличаются с наибольшей частотой так вот и таким образом этот ее приказ его именно признан недействительным несоответствующим конституции по очень простой причине так как как пишет нам суд верховный висконсина подобное правило оно имеет силу закона то законы в штате должны приниматься как минимум согласия согласования и через местное законодательство так как при принятии вот этого указа при его подписании и обрушивании на головы жителей висконсина такого соблюдено не было то соответственно закон ну не закон да он закон можно сказать приказ который возведен в ранг закона силы не имеет работать висконсине он никак не должен а если мы обратимся уже к непосредственно к заключению суди Брэдли то она выделяет несколько моментов которые я бы тоже вслед за ней на которые я обратил ваше внимание во-первых она напоминает что по действующей конституции непосредственно висконсина решения должны принимать люди но решения должны принимать не тем что с копом собрались и потребовали чего-то там хотя это тоже важно таким образом они могут оказывать влияние на принятие решений но решения люди принимают через своих представителей как вы сами знаете и таким образом главное в штате это свобода люди которые своих представителей выдвигают в местное законодательство заинтересованы в том чтобы представители народа их свободу защищали чтобы не было необходимости о которой я сказал выходить на улицу и чего-то требовать таким образом подразумевается что есть в штате твердое разделение властей законодатели принимают законы как этого от них хотят люди исполнители закона реализуют как этого хотят люди суд следит за их соблюдением вот здесь абсолютно не реагируя на общественное мнение потому что суд не должен принимать общественное мнение во внимание вообще суд должен принимать законы во внимание и когда мы видим что некая правительственная организация вдруг разом берет на себя все три обязанности а именно принимает закон практически начинает его воплощать в жизнь и еще наказывает за его неисполнение то принцип разделения властей которые как нам говорил еще великий судья Скалия есть возможно главный залог американской свободы даже во многом в большей степени чем били права то этот принцип нарушается и именно это мы увидели с вами в Висконсине более того судья Брэдли здесь обозначил еще один момент который волнует очень многих консерваторов конституционных а именно то что очень часто по всему по всей Америке увы функции законодательства передаются федеральным агентством это действительно проблема с этим пытаются бороться многие юристы и спасибо судье Брэдли что она это сделала то есть это она обозначила далее она напомнила всем нам что очень часто в моменты кризиса в моменты опасности у людей действительно под самыми красивыми лозунгами отбирают свободу и этого делать ни в коем случае нельзя то есть даже если предположить что ситуация может быть какой угодно проблематичной что вдруг департамент здравоохранения хочет действительно сделать что-то хорошее но есть конституция по которой живут жители Висконсина и какими бы благими намерениями не руководствовалась власть исполнительное и федеральное вернее федеральное агентство внутри штата они не имеют права посягать на конституцию это тоже очень важно конституция и законы они важнее эмоций к чему я кстати еще вернусь далее был важный момент который я уже тоже обозначил это то что какое-то количество граждан Висконсина может действительно поддерживать этот приказ какое-то может протестовать протестовать очень активно но вот здесь суд должен следовать опять же конституции что Брэдли нам и сказал и подводя уже некоторый итог ее заключения судья нам всем не только американцам кстати говоря пишет что да бывают моменты очень тяжелые бывают моменты очень сложные когда все мы ждем того что правительство будет действовать и оказывать какие-то усилия но задача суда именно в такие моменты сковывать правительство а не развязывать ему руки потому что то что мы позволили сделать правительство сегодня под самыми опять же благими лозунгами исходя из самых благих намерений это может в дальнейшем привести к очень и очень прискорбным последствиям и вот за это предупреждение судье Брэдли отдельное спасибо кульминации ее заключения была фраза которую всем я думаю нам надо прежде всего тем кто живет в Соединенных Штатах все-таки но тем кто живет за пределами Штатов тоже я думаю с поправками на местные реалии ее надо помнить так вот судья Брэдли пишет страх не должен брать верх на конституции это мы должны помнить безусловно все мы можем опасаться за свою жизнь за жизни других близких и так далее и тому подобное но страх есть страхом а конституция есть конституция и когда после решения Верховного Суда отменившего приказ губернатора пошли вот эти вот истерические заголовки в прессе вполне ожидаемые что теперь ужас Висконсину конец Висконсину вымрет это понятно что вполне очевидное безусловное и бесспорное давление на эмоции но ответ на все эти истерики он вот в этом самом решении был я не буду его лишний раз повторять и этот ответ и это решение судей Брэдли всем нам хороший урок я очень надеюсь что если дойдет до Верховных судов в других штатах то ситуация повторится хотя там велика опасность что и суды уже заполнены судьями либеральными и которые будут просто что называется ставить штамп на решение губернатора но вот это вот то что сделала судья Брэдли и ее коллеги там кстати голосование даже не подавляющее 4 к 3 местный суд решил это пока наверное самое главное самое важное событие 2020 года в политической жизни да в одном штате но оно на мой взгляд очень важное и вот это решение еще раз вам повторяю завершая свой сегмент найдите прочтите обязательно выпишите запомните да извините что уж перехожу на такой учительский тон но это правда очень важно поверьте мне здесь умолкаю если Сергей что-то добавит с удовольствием передаю слово должен сказать что ваше сомнение в отношении других верховных судов других штатов не без основания поскольку скажем в нашем штате председателем верховного суда назначена супруга алдермена Борка который находится под следствием федералов за рэки то есть тряс так сказать рестораны которые пытались получить лицензию ну в общем ну и остальной состав суда примерно такой же что касается страха вот такой панический страх позволяет манипулировать публикой манипулировать населением манипулировать людьми и превращает скажем вот если посмотреть на Германию то превращает такую культурную такую образованную нацию в человека ненавистников и убийц как это было в 30-е годы в Германии ну а что касается свобод как сказал Борис Джонсон в одном из последних интервью что очень легко лишить свободы людей но очень трудно потом ее вернуть и в этом есть безусловно некое рациональное зерно мы так покорно вообще подчиняемся под благими предлогами безусловно якобы заботы о нас потом найдется какая-то другая причина вот скажем вот эта истерия по поводу глобального потепления не очень сработала хотя часть населения действительно уверовала в это сначала уверовали в 70-х годах что наступит ледниковый период нас запугивали этим потом эти же ученые которые якобы пришли к консенсусу стали запугивать нас глобальным потеплением кто-то на этом нажил миллионы денег не будем показывать пальцем вот потом когда разоблачение произошло самой главной английской лаборатории на основании показаний которых Эл Гор сделал такой чудесный фильм и получил нобелевскую премию и заработал кучу денег а оказалось что это все как бы не очень здорово все это фальсификации они сменили тему теперь это изменение климата куда изменяется климат в какую сторону насколько я знаю земля знает как минимум или как максимум ну то что известно во всяком случае 6 ледниковых периодов и после каждого ледникового периода естественно наступает потепление ну то есть такая цикличность происходит вот и тем не менее люди поддаются истерии сегодня по-моему журнал Роллинг Стоунс опять напечатал фотографию пресловутой Греты с Греты ну и естественно прогулщицу из Швеции ей все можно замечательная логика приглашают да на панели экспертов Грету Тунберг она большой специалист поэтому люди которые кушают информацию из СНН ну нетрудно себе представить их представление о том что происходит их правду их так сказать принципы то чем их пичкают и поэтому порой думаешь почему так сложно как бы приводишь аргументы какие-то фактические в спорах в соцсетях а нет непробиваемые ну потому что они пользуются информацией вот таких экспертов как Грета Тунберг ну и запугивание так сказать Вискансин пропадет вымрет и так далее вот секретарь министр здравоохранения сказал что зря запугивали вот скажем Вирджиния открыла свои бизнесы и все и никакого всплеска не наблюдается уже третья неделя идет как они открылись и даже Трамп покритиковал с чем я конечно же не согласен покритиковал губернатора Кэмпа но тем не менее там все в порядке ну и еще одна деталь вот мне интересно это такая есть статистика где приведены штаты возглавляемые губернаторами демократами и штаты которые возглавляют губернаторы республиканцы и ну если посчитать по численности населения то примерно ну там на 1 миллион у демократов получается население больше чем у штатов которые возглавляют республиканцы то есть там 104 и 8 миллиона так вот так вот у демократов у республиканцев 103 и 1 десятая миллиона так вот в штатах возглавляемых демократами управляемых демократами там 571 571 161 кейс всего заболевших а в штатах республиканских 103 97 150 заболевших в штатах управляемых демократами 34 1626 смертей а в штатах управляемых республиканцами 2626 смертей вот я думаю это это случайное совпадение или это результат политики осуществляемой одними и другими вот вот такие мысли приходят в голову ну ладно давайте мы сделаем небольшой перерыв прервемся на несколько минут послушаем рекламное объявление после чего вернемся обязательно продолжим никуда не уходите возвращаемся в программу час Ивана Денисова телефон в студии 847 400 5200 и давайте наверное попробуем принять первый звонок добрый день пожалуйста вы в эфире слушаем вас да пожалуйста вы в эфире здравствуйте Сережа здравствуйте Иван Иван я поздравляю вас поздравляю вас дебютом на Дэвидзен радио Евгений Котцов он не только поэт умница и эрудит но еще один из немногочисленных здравомыслящих ведущих на Дэвидзен радио вот у меня в начале Обама Гейта было отвергнуто нашим сенатором Грэмом почему это произошло спасибо да спасибо вам но мы об этом говорили в прошлый раз увы сенаторы не рискуют идти на такое серьезное дело как атака на увы популярного президента Обама пока популярный так как они опасаются за свое переизбрание которое уже совсем скоро опасаются что это может привести к тому что их дела с администрацией Обамы и демократами так или иначе выйдут наружу и в принципе это невыгодно абсолютно и в связи с разрастающимся скандалом о том что спецслужбы действовали ну так сказать в лучших традициях КГБ значит все средства массовой информации включая CNN тут у нас на фейсбуке на ютюб есть один любитель CNN сейчас пишет как с цепи сорвались вы ничего не услышите кроме как теория заговора в отношении расследования генерала Флинна хотя все каждым днем достоянием гласности становится все больше фактов все больше документов подтверждающих что ФБР и причем ниточка тянется на самый верх в овальный кабинет к самому популярному президенту хотя на сегодняшний день популярность Трампа скажем Гэллоп пишет что провел опрос и популярность Трампа рейтинг Трампа 49% в этот же день скажем рейтинг Обамы был 47% то есть это должно по идее стать центрписом всех средств массовой информации но где же это было но средства массовой информации в нашей стране это отдел пропаганды социал-демократической партии так вот скандал разрастается все больше документов становится достоянием гласности и пресса как с цепи сорвалась и даже Обама вдруг начал в какое-то время его не было видно а тут вот он на выпускной виртуальный выступил и не упустил случая чтобы легнуть администрацию ну на самом деле президента Трампа а вот так сказать толчком к этому послужило послужили действия Гринелла вот об этом расскажите да у нас разведка остается опять в центре внимания и Гринелл остается героем тоже последних последнего времени ну вот судья Брэдли конечно же и Гринелл уже можно сказать что Гринелл за недолгий в общем-то срок сколько там несколько месяцев что он работал и будет работать станет самым ярким человеком на этом посту даже будучи временным исполняющим обязанности а напомню что директор национальной разведки появился этот пост только в начале 21 века но из тех кто этот пост занимал он повторяю уже самый яркий лучше или нет мы узнаем все-таки через некоторое время но и по сравнению с теми кто числился главой разведки раньше а раньше этот пост совпадал с постом главы ЦРУ Гринелл тоже выдержит очень хорошую конкуренцию здесь как ни странно сказываются две вещи которые вроде бы должны играть против него во-первых Гринелл он не человек разведки но он знает как она работает он систему национальной безопасности дипломати очень хорошо изучил изнутри работая в ней поэтому представляет тамошние механизмы и второе он прекрасно понимает что он временный человек ему ничего не грозит то есть ему не надо стараться кому-то угодить чтобы его утвердили и руководствуясь этим он провел для начала замечательную операцию по новым назначениям и перестановкам она может нам покажется ну незначительной вот назначил он Лору Шьяу на пост тоже пока временной главы контртеррористического центра еще сделал какие-то назначения создал пост советника по взаимодействию с министерством обороны по военным вопросам устранил отдел с длинным названием как и совершенно бюрократический и упорядочил объединил в какое-то единое предприятие так его назовем в единую отрасль все отделы занимающиеся киберразведкой и контрразведкой но исходя из этого Гренелл сделал что во первых он своими назначениями как сообщают все те же самые источники завоевал немалую симпатию и уважение среди разведсообщества потому что он назначил людей ветеранов которые там пользуются уважением второе он приблизил к себе этих людей и соответственно как бы их тоже обезоружил не стал своих приводить а взял те на кого ну получается он может рассчитывать но те которые представляют вот самые что ни на есть эту Old Boys Network с чья тут Old Boys не подойдет конечно же но вы поняли о чем я говорю что корпоративный интерес он не нарушил а привлек и заставил их играть на себя сократил бюрократию ее упорядочил замечательно никто не возражает разведсообщества Гренелла пока подчеркиваю любит и уважает радоваться бы нам всем и мы радуемся но тут появляется человек который начинает возмущаться и говорить а что это вообще происходит меня со мной никто не посоветовался это безобразие и кто этот человек это наш старый знакомый Шиф из комитета по разведке и начинает он ссылать гневные письма в адрес Гренелла что все эти перестановки все эти назначения они должны делаться исключительно по консультации с комитетом что все это действия самого Гренелла и так далее и тому подобное но Гренелл человек не из тех кто кого что называется голыми руками возьмешь он за словом в карман не полезет и он объясняет Шиф что по поводу каждого назначения по поводу каждой перестановки в комитет конгресса были отправлены соответствующие соответствующие уведомления что такое-то такое-то будет происходить ничего вроде бы комитет на это не возразил соответственно все нормально далее если мы исходим из того что якобы эти перестановки фантазии самого Гренелла то Гренелл указывает что все что он делал все реорганизация происходя производима им она вся основана на исследованиях внутри разведсообщества внутри офиса директора национальной разведки и эти исследования ведутся уже несколько лет то есть вообще когда и Гренелла про него никто и не думал и последний удар это то что Шиф высказывает неудовольствие тем что Гренелл так себя ведет и что разведка должна быть в сотрудничестве иметь двухпартийную поддержку в конгрессе замечательно отвечает ему Гренелл но во первых вы со своей любовью к дайверсити никак не отреагировали на то что Лориш Ява возглавляет контртеррористический центр а во вторых человек который так озабочен двухпартийной поддержкой не потрудился поставить ни одну подпись республиканца под свое письмо и как мы видим в этой дуэли Гренелл Шифа полностью что называется уничтожил и слава богу Шиф к сожалению не успокоится он и дальше будет мешать но что нам важно делая бы подобные перестановки не к ночи будут помянут Клэппер Шиф бы что-нибудь сказал абсолютно нет Шифу важно не то что Гренелл делает такие перестановки Шифу важно то что Гренелл ведет себя самостоятельно и самостоятельно не от конгресса чего конечно же не должен делать глава разведки он повторяю ставит в известность обо всем и конгресс может в любой момент как-то включиться в эти действия Шифу важно то что именно демократы в конгрессе могут потерять контроль над разведкой и что его комитет может утратить возможность диктовать Гренеллу то что Шиф и компания хотят Шиф этого естественно боится Шиф пытается это изо всех сил остановить но к счастью у него это пока не получается и мы с вами видим что Гренелла произведя нужные назначения произведя нужные бюрократические и какие угодно как угодно их называйте перестановки и может быть громкое слово но оно здесь подойдет реформа и поставив на место Шифа показав что Конгресса не может быть и у комитета Конгресса данного претензия к его деятельности Гренелл взялся и за более серьезные вещи а именно для начала он обнародовал рассекретил тот самый список людей которые требовали вот этот самый анмаскин генерала Флинна ну вы уже много слышали про дело генерала Флинна я вам не буду в сотый раз объяснять что такое анмаскин вы все знаете если вдруг кто-то подключился в первый раз то это когда разведка делает отчеты по переговорам по каким-то то граждане Соединенных Штатов там должны быть вычеркнуты их имена должны быть как-то черным замазаны вот а если кто-то из представителей власти хочет чтобы это имя было обнародовано то он должен подать соответствующий запрос и таким образом ему должны это разрешить с одной стороны в этом нет ничего предусудительного если это потом не получает утечку в прессу с другой стороны когда этих требований становится очень много и они имеют своей целью определенных людей то это уже требует внимания тем более что скажем как пишет нам флайтс помните я на него часто ссылаюсь сам человек из разведки аналитик и ЦРУ и АНБ он пишет что когда он работал с Болтоном он с ним работал много раз в разных самых местах то при знаменитых этих слушаниях по утверждению Болтона послом в ООН джентльмены такие как демократ Дот и демократ по фамилии Байден обращаем внимание они очень возмущались что Болтон периодически просит вот этот самый Анмаскин проводить Болтона за все время 10 что ли раз просил это сделать тогда как про Дот да я ничего не буду говорить но Байден который в пятом году негодовал и возмущался теперь мы видим что он то этим занимался вовсю на посту вице-президента и количество раз я сейчас точно не вспомню но вы без меня знаете оно сильно превосходит число 10 и таким образом вся эта публика она может сколько угодно говорить что само по себе рассекречивание Анмаскин каким угодно красивым словом это называйте оно не предусудительно но такие действия нацеленные на определенного человека это уже очень и очень сомнительно всплывает и другой вопрос а именно что основные переговоры основные даже не переговоры а вот эти вот запросы они идут по самым разным переговорам Флинна но почему-то они упорно обходят тот его разговор который был с этим скисляком пресловутым 29 что ли декабря и более того что теоретически кто этот разговор вообще записывал неизвестно потому что ФБР по своим каким-то законам по ФАИС и по собственным актам внутри ФБР на тот момент вроде как Флинна не могло прослушивать а это означает что скорее всего тот разговор записывал либо ЦРУ потому что тем более Флинн был на тот момент за пределами Соединенных Штатов в Доминикане кажется либо вообще кто-то из разведок другой страны тем более что мы знаем Бряннан весьма активно привлекал разведки того же Соединенного Королевства а это означает что мы имеем дело не с расследованием ФБР которое можно скрипя сердце признать каким-то хоть более-менее имеющим основания даже хотя и там мы знаем огромное количество нарушений и черт знает что но это означает что мы имеем дело с скоординированным действием сразу нескольких разведок нацеленным на одного человека которого по рапортам того же ФБР считать вроде бы как мы теперь видим врагом преступником и так далее смысла не было и разбираться что вообще произошло и как так получилось что вместо того чтобы ловить реальных агентов шпионов и так далее и тому подобное разведки ФБР возможно ЦРУ и кто-то там я не знаю МИ-6 или Джи-Се-Эч-Кью из Соединенного Королевства озабоченно следили за генералом Флинном и делали все чтобы его выбить его уничтожить в независимости от личных качеств генерала Флинна кстати вот это все очень и очень серьезно и требует действительно разбирательства ну я не говорю о том что по-прежнему многие ждут что Гринел рассекретит еще и те самые документы о которых я уже говорил и о которых говорят на Fox News и во многих других уже источниках а именно что Брендан скрыл тот самый разведанализ что Путин хотел победы Клинтон ну вот поглядим когда это произойдет но уже того что сделал что рассекретил Гринел на данный момент несмотря на все попытки пресса закрывать глаза и оправдать теми причинами которыми я назвал это повод для разбирательства и как обычно я не могу вам ничего прогнозировать я только желаю чтобы Гринел продолжал в том же духе и чтобы все реальные факты связанные с деятельностью Брендана Клэппера Коми и компании которые нанесли такой ущерб американским спецслужбам страшно вообще даже параллели нельзя привести то что было раньше ни в кое сравнение не идет что это все надо конечно же исправлять но исправлять надо предъявив им обвинения на которые на эти обвинения оснований как мы видим уже более чем достаточно здесь я приумолкну опять и Сергею передам слово с удовольствием ну Байден и Обама могут вздохнуть с облегчением генеральный прокурор Бар заявил сегодня что скорее всего расследовать Байдена и Обаму они не будут ну такая традиция как бы президентов нельзя расследовать а жаль а вот Брэннон похоже потеет и запасается памперсами потому что Дюрам дышит ему в затылок и тому очевидно придется отвечать за свои делишки поганые это первое а второе сегодня была пресс-конференция Бара и Ре они рассказали помните был террористический акт на военно-морской базе когда Саудит расстрелял наших молодых моряков трех человек убил значит они изъяли его телефон пытались его вскрыть несколько обращались в Apple чтобы они помогли взломать телефон Apple отказался значит ФБРовцы технари работали работали все-таки взломали телефон и выяснилось что он плотно сотрудничал с Аль-Каидой причем даже не тогда когда он уже находился на базе в составе группы Саудитов для прохождения обучения а еще задолго до того то есть я не понимаю как Саудиты проверяли его а еще я не понимаю почему ФБР мы знаем что американцев Клеппер собрал на слушание к свое время в Конгрессе под присягой что они не собирают так сказать дату на телефонные разговоры хотя мы знаем теперь что собирают дату всех телефонных переговоров вот я не понимаю почему ФБР очевидно были очень заняты прослушиванием Трампа и его так сказать избирательной кампании и не могли уловить вот эти переговоры которые он вел Саудит уже находясь здесь на территории США он контактил с этой Аль-Каидой печальный случай но теперь мы знаем что он приехал сюда уже с этой целью то есть не то что здесь что-то произошло там у него перемкнуло в мозгах нет он до этого сотрудничал с Аль-Каидой и очевидно с этой целью и приехал сюда в составе вот этих студентов так называемых военных ну хорошо осталось совсем немного времени а мы еще хотели поговорить о чтении как всегда да я же тогда сделаю такой анонс наверное как всегда и перекину к следующему выпуску мостик в этом году 100 лет замечательному автору Алену Друре но 100 лет ему правда осенью и заранее вроде не принято поздравлять но осенью я так чувствую у нас будет достаточно других тем и на него времени точно не хватит однако сейчас пока мы все еще увы в той или иной степени вынуждены дома находиться больше чем нам бы хотелось вот я бы вам посоветовал почитать его пока я просто еще раз называю имя Ален Друре а чем Друре так хорош более того почему его романы которые он публиковал преимущественно с конца 50-х где-то по начало 70-х ну самое лучшее в 60-е было написано почему их любили Никсон Рейган и многие консервативные обозреватели и что самое главное почему если вы начнете их читать сегодня то вы вдруг увидите что они абсолютно актуальны что проблемы которые там описываются ситуации ну с поправкой естественно на какие-то реалии сегодняшнего дня но абсолютно актуально ничего кажется не изменилось но вот об этом мы действительно поговорим уже надеюсь в прошлый раз если ничего не случится такого что потребует нас снова отодвинуть Алена Друре в последний сегмент и там мы посмотрим но тем не менее обещаю что про Друре мы точно поговорим и будем рассчитывать на следующий раз ну а на сегодня наверное тогда уже здесь надо нам заканчивать спасибо огромное Иван как всегда очень познавательно и интересно и до встречи в следующий раз спасибо вам до встречи всего хорошего до встречи Продолжение следует...